Здравствуйте! Как часто многопишущие критики говорят о том, что российская культура умирает, предвещают смерть отечественного театра. А в это самое время толпы людей осаждают театры, залы полны и появляются новые, талантливые, замечательные актеры. Но мы этого как бы не замечаем. Мы до сих пор находимся в счастливом заблуждении, что ничего этого не происходит. А тем временем человек в 23 года получает государственную премию. Ему 23 года, он талантливый и популярный актер Сергей Безруков. Сергей Безруков, 23 года, родился в Москве в артистической семье и вырос, как сам говорит, за кулисами. Актерские способности обнаружил еще в детстве, а в школе начал их развивать. Устраивал театрализованные политинформации. В 94-м с красным дипломом окончил школу-студию МХАТ. Студентом был исключительным. Получал именную стипендию Евстигнеева, был президентским стипендиатом. В театр-студию Табакова пришел еще на третьем курсе. Играл студента в спектакле Владимира Машкова «Страсти по бумбарашу». Затем появились большие роли в пьесах «Белокси-блюз», «Прощайте и рукоплещите», «Псих», «Анекдоты». Первая самостоятельная работа «Петр» в спектакле «Последние» была отмечена премией за лучший мужской дебют. Живет под девизом «Вкалывай». Говорит, что расслабиться удается только на озвучении программы «Куклы». Играет на аккордеоне, гитаре, домре и даже на блокфлейте. 11 июня из рук президента получил главную награду в своей жизни – государственную премию за роль Есенина в спектакле «Жизнь моя, или ты приснилась мне». Все же поздравляю, государственная премия в этом возрасте, что-то фантастическое происходит действительно вокруг. Но мы ошиблись. Домбра? Нет, на балалаки, на балалаки, на добре нет. Хотя, собственно говоря, все струнные, если человек закончил музыкальную школу, в принципе, это не проблема. Лишь бы был слух, элементарно музыкальное образование, тогда можно учиться, по-моему, на всех инструментах игры. Ваши пока немногочисленные биографы говорят о том, что Сергей Безруков в школе устраивал некие театрализованные политинформации. Да, это было. Просто, я не знаю, может быть, ты и застал это, когда выстраивались все в ряд буквально, и рассказывали о политических событиях вообще в стране, за рубежом. Это было очень нудно, практически все спали, поскольку это было с утра. И ребята просто досыпали в классе, досыпали, а потом просыпались уже к занятиям. А тут я решил что-то такое организовать, что-то такое придумать. Как раз это было время, когда вот 600 секунд знаменитые были, не взоровские. И я в школе буквально организовал вот 40 минут, я назвал. Сам нарисовал себе вывеску, такой 40 минут, приделывал их к занавесу. И собирался где-то в 8 часов, или нет, без 28, да, собирались вся школа, собирался в фактовом зале. С утра? С утра, да. Все приходили, и все ждали этих полинформаций моих, поскольку это было просто шоу. Я собирал различные интервью, тогда вот очень много было публикаций, связанных вот с прилетом инопланетян. Очень, одно время писали, очень много. Потом очень много было публикаций о Снежном Человеке. И я пригласил в свою студию, мини-студию, маленькую студию, я пригласил Снежного Человека. У меня играл Снежного Человека парень. Я делал с ним интервью сразу. Он там делал заявление, типа Гринпис такого жуткого, такого, нескольких. Вот, потом инопланетяне ко мне присоединились. А сам кого игрался? Я играл в Вилли Токареву, выходил, здравствуйте, я сюда приехал только что, у меня были усы, сам себе наклеивал, делал из ваты усы, красил их черной краской. Вот, потом у меня был Алан Чумак, я всех крестил, в конце, что все, привесил, да, заряжал все, что можно было заряжать. Вот это было, так что были различные пародии на музыкантов. Тогда знал уже, что точно пойдешь либо в Щукинское, либо в школу-студию МХАТ? Нет, я думаю, что только в школу-студию МХАТ, поскольку отец у меня тоже МХАТовская школа, он закончил школу-студию МХАТ, и я считаю, что это моя родная альма-матер. Поэтому только туда, я хотел поступать только туда. А уж когда узнал, что будет набирать курс Олег Павлович Табаков, это просто, я думаю, именно к Олегу Павловичу никому больше. Хорошо, чуть позже продолжим, а пока посмотрим, что же из этого получилось. Откуда берется эта злоба? Разве я такой человек, которого можно ненавидеть? А вот я прочитал немало ваших стишаток, а хороший стишаток, вот если их собрать вместе, наверное, хороший альбом для барышень получит. Да замутите вы! Вы! Ну распаните! Распаните меня! Вы! Стептись, мою мать! Стептись! Твари! Твари! Я тебе сто раз говорил, что меня хотят убить, я как зверь чувствую. Да, у тебя мания какая-то! Вот она мания! Твари! Тише! Ваш отец профессиональный актер, но оператор-любитель. Оператор, поскольку свой, но иногда дело потрясающее действительно, как оператор. Это вот его пробные операторские работы. Как отнеслись коллеги к известию, что вам, благородный Дон, Россия присудила столь высокую премию? Коллеги? Коллеги, конечно, были удивлены. Нет, те, которые видели вот мою работу, видели Сергея Есенина. Психа? Психа, да. То есть все мои работы знают меня как актера в театре, вообще знают меня как актера. Они, конечно, да, это правильно, конечно. Те, которые не видели, собственно говоря, не могут представить, что в 23 года можно получить такую высокую награду. Трудно себе представить. Еще одно трудно себе представить. Это как аксиома на театре, мне кажется. Актер, занимающийся капустниками, как правило, не получает главных ролей. Со времен Балиева. Если он занимается серьезно этим капустниками, если он отдает себя полностью только капустникам, тогда, конечно, нет, для меня капустники, если ты хочешь сказать про мои пародии. Да. Нет, мои пародии это, можно сказать, хобби. То есть это мои несерьезные занятия. Ну, все знают о том, что Сергей озвучивает куклы, идущие по НТВ. И что еще? Где еще голос политиков звучит? Ну, я стараюсь только там, поскольку все-таки право моего голоса там, в образе политиков все-таки там, конечно, там. Отец у меня первый раз, например, в театре «Сатиры», это был год, по-моему, 86-й, в спектакле «Трибунал» по пьесе Войновича, он сделал там пародию на Михаила Сергеевича Горбачева. Это в зале стоял просто писк, то есть... Это было хулиганство, это же на уровне хулиганства. Это не хулиганство, почему это? Так, драматургия, как бы... В Москве там есть секретарь такой, который потом приходит к власти, когда сменяются все, все тоталитарные владыки, и приходит к власти секретарь, и вот Олец, отец, первый выезжал, как раз там выезжает трибуна, вот эта кафедра, и папа сделал жест, поправил очки, и зал просто лег. И после этого, единственное, что дочке Михаила Сергеевича не понравилось, как папа спародировал. Кто из политиков до сих пор болезненно реагирует? Я, честно говоря, не знаю. Мне говорили, что Жириновский в восторге. В восторге? Ну, мне тоже говорили, что якобы он сказал, что нужно доплачивать за такую рекламу, просто это хорошая реклама. Вот. Я не знаю, правда это или нет, но говорили, что на самом деле Борис Николаевич ничего не сказал, когда он мне вручал государственную премию. Как это происходило? Это происходило торжественно. Так, с улыбкой было сказано. В Георгиевском зале. Это единственное, что всегда такие торжественные моменты хочется запомнить. Знаешь, как запишет память. Папа снимал? Отец, нет. Жалко, что мы им взяли камеру, поскольку там все снимали, а мы как-то постеснялись. Вроде с камеры идти в Кремль, наверное, не пропустят. Хотя мог бы даже элементарно взять фотоаппарат. Но не запишет. И хотелось вот запомнить как раз все, как это происходит. Как Борис Николаевич жмет руку, чтобы потом ее не мыть целый год. Как-то такое понять. Но, не знаю. Крепко пожал президент. Крепко, да. Он улыбался. Но про куклы ни слова. И я сам не хотел вылезать своим куклом, поскольку все-таки я получал награду. Он сказал спасибо. Нет, я не стал говорить голосом Бориса Николаевича. Все-таки я получаю высшую награду за свою роль и за роль Сергея Есенина. А куклы это уж. Как уживается в одном человеке Есенина, псих, Борис Николаевич Ельцин, сотоварищи и желание. Наверняка желание сыграть Гаммлета. Да, безусловно. Так же, как и безумное желание сыграть Хлестакова. То есть ролей-то у меня много, которые я хочу сыграть. Еще не воплотил. Я думаю, что обязательно воплощу им в жизнь. На сцене. Ты знаешь, выживается. Я так предполагаю, что сейчас наступило время актеров, которые должны уметь все. Сейчас, да даже, я не знаю, не только среди творческой интеллигенции, я имею в виду, в искусстве. Когда люди должны делать все. Это сейчас, по-моему, вообще в жизни. Такой определенный стиль молодых людей, которые должны уметь все. Зачем уметь все? Может быть, достаточно хорошо уметь что-то лучше всех? Нет, я все-таки придерживаюсь того мнения, что ты не должен быть дилетантом. Даже, например, я не ухожу в эстраду. Но, тем не менее, если я делаю пародии, поскольку все любят, когда я начинаю показывать своих персонажей. Поскольку я делаю переплощение чисто актерское. Так что, я думаю, нужно быть профессионалом. Я не знаю, например, работать на радио, работать на все сто. То есть, как настоящий профессионал. И работать в театре как профессионал. И даже, если ты играешь, например, быть разносторонним, я имею в виду, что играть и комедию, и трагедию. И делать это профессионально. Я не очень люблю критиков. Есть несколько человек, которые действительно серьезно относятся к театру. А львиная доля из тех, кто пишет о театре, о кино, о телевидении, таким образом просто зарабатывает хлеб. Но мне приятна такая забота о тебе, некоторых людей. Вот сейчас я хотел бы процитировать, а потом поговорить об этом. Безруков слишком молод, слишком везуч, слишком обаятелен и чрезмерно наделен даром подражаний. Все это опасно. Тем более, что он принадлежит к новому поколению актеров, которые хотят нравиться публике и не стесняются этого желания. Ему грозит быть залюбленным и заласканным сегодня и вдруг окачанным ушатом ледяной критической воды завтра. Ему грозит приобрести комплекс отличника, мучительную привычку быть всегда и везде самым – молодым, успешным, талантливым. Столько опасностей, думать о которых неприятно. Но надо. Елена Ямпольская, «Известие», 6 июня, 1997 год. Знаешь, Андрей, я тебе скажу одно. Действительно, сейчас в последнее время меня почему-то начинает все запугивать, что я не прочту статью о своей работе, то постоянно читаю, что будет завтра. И я считаю, что сколько ты вложишь сегодня, сколько ты будешь работать, не спуская колки, а вот так же продолжая мощно работать, я думаю, то и будет завтра, сколько сегодня. Вложишь, будешь жить завтра. Как учил и завещал. Великий кто? Великий и могучий. Как отношения с Олегом Павловичем? Ревновал он к Есенину? Другой театр, другая труппа? Нет, он предостерег, поскольку он прочел пьесу, и он просто предостерегал, что там может быть сложно, сложно мне сыграть. Поскольку она была не идеальна, поэтому он предостерег меня. Помогал? У меня было огромное желание. Нет, он не помогал, но просто предостерег. Но у меня было огромное желание, тем более было действительно 100-летие Сергея Александровича Есенина. Я понял, что именно в этот год я должен сыграть Сергея Есенина. Сбывалась моя мечта. Параллельно с психом, который я выпускал в театре. Я буквально репетировал с утра, я репетировал Есенина, потом Катеринч сам убегал в родной театр, там репетировал с Жидинкиным, выпускал «Психа». Псих, ломка сознания. Это, можно сказать, что это определенный вариант полета на гизотом кукушке. Вот, в интерпретации Александра Минчина. Но это из горячего в холодное каждый день по три раза. Да, приходилось. То есть терял голос, но восстанавливался. Голову не потерял от этого? Голову вроде нет, пока есть. Единственное, что я шучу, наверное, на сотом спектакле «Психа». Я сойду с ума. Я думаю, что это, наверное, случится. Но, тем не менее, выдержал вот этот вот момент. Так что Олег Павлович предостерегал, но он любит, что актеры его много работают. Вот это, наверное, в нем есть, когда он это как раз приветствует. Хорошо. На сцене с Олегом Павловичем ведь приходилось, особенно в последнее время. Спектакль «Последний», да. Там играет моего отца. Значит, Сергей Безруков играет сына Олега Табакова и, ничтоже сумняшись, начинает его пародировать прямо по ходу пьесы. Я не могу сказать, что это целиком пародия на Олега Павловича. Нет, ни в коем случае. Нет, просто какие-то моменты... Вы играете или играетесь в спектакле? Нет, поскольку роль сама по себе, она не комедийная. Там нет того, чтобы посмеяться, как-то попародировать. Нет, ни в коем случае нет. Роль серьезная. Там идет ломка сознания молодого человека Петра, который из каких-то своих идеалистических воззрений, связанных там, встречается с революционерами, вдруг понимает, что это за сволочи. И когда видишь, что папа не идеал, которым он гордился, папа просто ничтожество и негодяй. И вот это в нем, вот эта безумная любовь к отцу и в то же время неприятие, то, как он себя ведет. Поэтому там я только в каких-то серьезных, даже серьезных местах, я добавляю определенные жесты, как Олег Павлович. Я это делаю, но делаю это серьезно. Что, наверное, называет мнение зрителя, что это не просто пародия. Что действительно получается, сын похож на своего отца. С Табаковым интересно на сцене? Конечно, конечно. Бывают моменты, когда он непредсказуем? Он всегда непредсказуемый, я должен сказать. Да? Поскольку, да, он очень много импровизирует на сцене, поэтому не знает, что он выкинет в следующий момент. Я не видел, но мне рассказывали, что бывают моменты, когда он раскалывает партнера на реакцию, которая драматургии никак не предполагается. Да, бывает. Был смешит. Было такое? Очень часто, очень часто. Очень часто. Я не знаю, я как-то стараюсь сдерживаться, хотя очень сложно, на самом деле. Закрываешься, чтобы не видеть. Или он лицо просто такое сделает, у него подвижное. Что-то такое сделает, я просто невозможно. Все колются, я стараюсь не колоться. Госпремия, это все равно, что такой гандикап перед многими-многими другими, наверняка пошли после этого, особенно, предложения. Кино, телевидение, может быть, театр и другие, гастроли. Он сказал, что предложений-то много было, и идут они еще до госпремии. Ответил скромно. Как скромный человек. На до госпремии. Единственное, что сейчас уже есть медаль, золотая медаль, на которой написано Россия, гастролиат государственной премии, завоевал уже с медалью. А предложений очень много. Единственное, что с кино, с кино получаются проблемы, поскольку сейчас вообще проблема финансов и финансирования нашего дорогого кино. Об этом не будем, да? Это о грустном, о грустном. Но, тем не менее, все равно он снимается, и сейчас у меня предстоит работа с Васей Пичеловым. Говорить нельзя пока? Пока не буду говорить об этом. Все-таки говорить об этом стоит, когда, например, снимешься, уже пройдет пример в Доме кино, тогда уже говоришь о том, что снимаешься. Но предложений очень много, и там, и на зиму, так что есть. В ближайшем, я не знаю, начнется работа вот сейчас вот в театре, начнется над спектаклем «На всяком мудреце довольно простоты». Я думаю, что я сыграю Глумова. Будем надеяться, роль интересная. Много молодежи в театре? Да. Да. Особенно сейчас, в последнее время. Вот, например, в Ермутском театре, да, практически одна молодежь. И отец, поскольку он ходит на каждый спектакль, сидит в первом году, каждый спектакль. И один раз он мне сказал, на спектакль пришла одна молодежь, 70%. Причем молодежь... Пришли на Есенина. Пришли на Есенина, да. Но молодежь, та, которая изучает в школе. То есть ты представляешь, молодежь. Да, да, да. Восьмой класс. Восьмой класс. Это для театра. Беда просто. Испытание. Просто беда. Ну все, это лакмусовая бумажка. То есть стоит не заинтересовать. Все, это начинается с кранки, банки, все. А, жмачки, все, придется, все туда, девочка, и ущипнула, все нормально. И это срывается просто спектакль. И здесь отец просто замер, сердце забилось, говорит, что сейчас будет. Они так же реагировали, смеялись, хохотали. И замирали, и была тишина. На серьезных сценах была тишина. То есть я даже не слышал, как будто зал просто замирали. А в конце виской приветствовали. Вот это было дорогое, что вот такую публику, совсем молодых, казалось бы, современных людей, которые, ну, они современные, из несколько другой стиль, который был у нас, несколько у другого поколения. Они более молодые, но все равно их пробивает, пробивает настоящий. Вот это самое важное. Дай бог, Сергей, я тебя, вас, лауреата, поздравляю. И осталось немного времени. Звонки телезрителей. Слушаем. Сергей, Олег Павлович Табаков не обижается, что его театр называют Табакеркой? Да нет, нет. Нет, Табакер, поскольку у нас маленький театр. Сейчас вот, дай бог, будет, через какое-то время будет большой. Будет, ну, не совсем большой, не такой огромный большой, но будет сцена, может быть, ну, зрительный зал местный 400-500. Дай бог, чтобы, поскольку уже тесно в наших стенах нашего подвала, а почему-то Табакерка, действительно маленькая сцена. Маленькая Табакерочка. Следующий звонок. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Валерий, я из Москвы. Говорят, ни один сборный концерт не обходит теперь без вашего участия в качестве имитатора. Вас это не задевает? Имитатор, лауреат государственных предприятий. Выступает имитатор. Я могу сказать, что я выступаю не на всех концертах, только на самых каких-то серьезных, ответственных, и то не всегда. Не всегда. Вчера, например, выступал на столетии встречи Константина Сергеевича Станиславского с Немировичем Данченко в Амхате. Вчера было огромное представление, капустник, и вчера я завершал эту программу Борисом Николаевичем Ельциным. Но я говорю, что я не всегда выступаю, не всегда выступаю в концертах, поскольку считаю, что это эстрада, в которую, если уж уходить, то уходить с головой всерьез, поскольку это дело серьезное. Хорошо. Я все-таки в работе. Спасибо огромное. Сегодня час пик был для лауреата государственной премии Сергея Безрукова. И так же, как и полтора года назад, я вам говорю, держитесь пока, сэр, подальше от телевидения, работайте на театре, все у вас будет, будет еще больше. Спасибо. Счастливо. Счастливо. Художники и политики, ученые и актеры, серьезные и не очень, разного возраста, разных взглядов, они вам хорошо знакомы или не знакомы совсем, но с ними всегда интересно. Час пик на Первом канале.